Ну что, друзья, пришло время поэкспериментировать с аппаратом Blackview BV-5000. Это точно такой же вот аппарат, но только который мне прислали после издевательств. Короче, он утопленник. В нём ничего интересного уже не осталось. Всё интересное лежит здесь. То есть я из него забрал всё, что только можно было забрать. Ну и хоть как-то где-то когда-нибудь применить. В нём осталась только алюминиевая рама, дающая конструкции порочность. Экран, неизвестно рабочий или нет. Корпус, ну и антенки GSM, Wi-Fi, Bluetooth. Поскольку они при демонтаже, ну либо порвутся, либо просто, я не знаю, нахрена они мне нужны. Потому что некуда мне их потом применить. Они не подходят ни на какие другие модели. И через какое-то время клей засохнет, и будет очень проблемно их также туда же приклеить. Короче, вот такая вот конструкция. Я её сейчас клею. Как вы видите, даже заглушки вытащил. Очень даже запарно их вытащить. Но я всё-таки смог. Если кому-то нужны, если я ещё к тому времени их не потеряю, не продам, не выкину, можете обращаться, я вам их отдам. Короче, аппарат клеится на клей B7000. То есть как положено. Ну и вечерочком буду, наверное, над ним издеваться. Ну и косвенно хочу рассказать, что, в принципе, тут был именно косяк первичной сборки. Ребята сказали, что потом это всё устранено. И меня прикололо, как работает этот датчик. У него подсветка, как у телевизора. То есть там внутри прозрачные пластины, сверху белая отражающая. В торец прозрачных подаётся диодная такая дорожечка. И вот этот весь квадрат равномерно освещается так же, как ваш LCD-шный телевизор. Ну, то есть обычный плоский, ЖК-шный. Так что аппаратик вечером попадёт под издевание. У меня уже слова кончились от такой детской радости. То есть я его буду, не знаю, кидать, швырять, бить, ломать. Моя миссия – его сломать. Как долго он это выдержит, вот это вот уже будет интересно. Ну, сломаю я его по-любому, конечно же. Ну, и если кому, кстати, ещё вспомнил. Вот эти вот запчасти от него тоже нужны. Его в Питере заезжайте, забирайте. Если у вас есть, куда их применить. И если кому интересно, как выглядит здесь сканер отпечатка пальца, пожалуйста, вот он. Видите, да? То есть такой же бутерброд, как в 6000-й модели. Но при этом работает беззбойно. Значит, ребята реально научились делать его неломаемым. Видимо, только первая версия 6000-х была созбойным. Потому что теперь вот он как выглядит. И он как бы не ломается. Этот я, конечно же, кидать не буду. Потому что он работает полностью. Меня устраивает. Ну, а этот... Ну, прости, ребёнок. Хотя нет, какой ты нафиг ребёнок. Прости, железяка. Ты не железяка. Короче, он будет разбит. Туда ему и дорога. Всем спасибо за просмотр. Если кого это интересует, не забываем подписаться, чтобы не прозевать. Всем пока. Это латуха. И скоро буду бить. Да что ж ты фокус-то не ловишь? Обиделся. Фокус не хочет показать. Короче, бить буду вот это вот устройство. Которое, кстати, ещё косвенно вспомнил. Выяснилось частично неразборным. Так, опять фокус. Сейчас. Ну, поймай ты фокус-то. Во. Видите, да? Края разогнулись. И так и слева, и справа. Я думаю, в данный момент видно. То есть, этот прибор должен собираться в специальном боксе, что ли. Рамочке. Короче, прибор, который будет его так зажимать до нужных позиций и склеивать. Поэтому этот аппарат тоже условно неразборный. Всем пока. Это латуха. Ждите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова